Здравствуйте! Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Согласно закону, с 1 января 2019 года уровень МРОД вырастет на 117 рублей и составит 11 280 рублей в месяц. Напомню, последнее повышение МРОД произошло в мае. Теперь минимальный размер оплаты труда каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В России с начала 2019 года могут вырасти цены на мобильный интернет. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на исследование Content Review. При этом сообщается, что Россия попала в десятку стран с наиболее дешевым мобильным интернетом. Так, средняя стоимость гигабайта трафика в декабре составила 55,5 рублей. Однако ситуация на рынке может измениться с 1 января, говорят авторы исследования. Это объясняется необходимостью компенсировать увеличение НДС и так называемого закона Яровой, согласно которому операторы будут хранить данные пользователей. А это дополнительные затраты. Вкладчикам рухнувших банков планируют возвращать их деньги дистанционно, прямо на карту. Об этом пишет известие со ссылкой на Минфин, где и разработали поправки. Согласно законопроекту, граждане смогут подавать в агентство по страхованию вкладов АСВ заявление о выплатах через личный кабинет на сайте агентства или мобильное приложение. Аналогичные сервисы будут доступны на портале госуслуг. То есть АСВ будут возвращать средства гражданам самостоятельно, а не через агентов. Банки приветствуют нововведение, однако отмечают, что для его реализации нужно поддерживать на высоком уровне безопасность системы идентификации граждан. Минздрав планирует запретить продажу сигарет после 2050 года. Такова концепция госполитики по противодействию потреблению табака. Согласно документу, основная цель – постепенное снижение употребления табачных изделий. В ведомстве отмечают, что в 2016 году в России курило почти треть населения – более 40 миллионов человек. По оценкам ведомства, к 2040-50 году число граждан с этой вредной привычкой должно сократиться до 5%, что позволит прекратить продажу табачных изделий. В Перми появится новая фабрика по производству мороженого. Инвестиционный контракт заключен между правительством региона и компанией «Милком». Предполагаемая стоимость нового предприятия оценивается в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Помимо этого, компания собирается построить пункт приема и хранения молока. По оценкам губернатора Пермского края Максима Решетникова, данный проект реанимирует производственную площадку холодокомбината и сделает регион одним из крупнейших производителей мороженого. Также в городе появится большое количество новых рабочих мест и дополнительные налоговые поступления в бюджет края. Курс доллара, установленный Центробанком, на 27 декабря составляет 68 рублей 88 копеек, курс евро – 78 рублей 52 копейки. На этом у меня все. Удачи в делах.